всем привет дорогие друзья с вами антонио кого нет канал кого не music и это снова видеовлог какой-то по счету не знаю не хочу даже принципе считать какая разница главное что процесс потихоньку будет идти я буду стараться рассказывать что-то вот показывать так далее ну и в целом поговорить что как у меня дела что что делаю что мучу что творю наверное это будет интересно наверное но в любом случае этот главное то что в принципе все влияет на процесс создания музыки и так как это у меня будут выходить и уроки посвященные конкретно механики создания музыки я буду еще и влоги вести просто рассказывать про песни которые делают скорость это за любом случае перемешивается все это касается музыки поэтому разные вещи надо тоже рассказывать это не это неизбежно потому что музыка действительно ну по крайней мере для меня это способ выражения эмоций чувств мыслей и идей и они всегда очень тип музыка всегда очень тесно связана с тем что происходит моей жизни где я нахожусь где и живу как живу с кем живу в общем все влияет поэтому избежать чего-то рассказывая про музыку вот в таком плане для меня будет очень сложным поэтому это первый такой важный момент который хотел сказать вот второе это то что я взял новый телефон и надеюсь мне станет легче снимать подобные видео потому что то у меня совсем превратился кусок непонятного говна практически не работаю не работающего и это стало очень тяжело потому что как минимум когда ты играешь какую-то мелодию тебе хочется записать быстро показать очень часто хочется просто не подключать там камеру нести нестись за проводами не подключать микрофон еще открывать ноутбук подключать звуковую карту ноутбуку карту к микрофону звук карты потом камере короче там куча проводов я обязательно это все расскажу покажу потом но поверьте мне это прям это жестко вот я решил все сделать максимально просто без всяких заморочек и вот сейчас будет череда влогов посвященную созданию альбома in тречо я буду просто снимать чё я делаю и уроки потом будут в таком же духе ну вот я что-то будет более наверное качественно что-то там буду более там понятное дело готовить основательнее там писать какой-то план того что должен рассказать и как чтобы людям было понятней но в целом мой девиз это простота и поменьше компостировать себе в мозге и вам поэтому вот сейчас надеюсь получится так поставил телефон записал рассказал и все тем более из гарнитура надеюсь звук будет более-менее вменяемый да уж меня было слышно понятно и так далее вот поэтому если что влоги по поводу in тречо начинается вот с этого по сути видео вот я буду вам рассказывать весь процесс создания насколько я могу насколько я вспомню что я хотел рассказать или показать потому что в любом случае больше большее количество материала так или иначе уже записано поэтому и я не ставил никакую камеру пришла опять-таки это лишние заморочки ты когда создаешь музыку совершенно не об этом думаешь сейчас я буду стараться просто когда я работаю что-то записываю или записываю вокал ставить телефон и просто снимать это так скажем для истории для процесса и так короче говоря эти влоги у вас я думаю тоже чему-то научат или по крайней мере покажет процесс создания музыки изнутри то есть совмещение получается такое и уроков и влога и рассказы об альбомах там ну всякое такое короче вот и сегодня мы с вами поговорим о sing for you вообще об альбоме in trecho и песни sing for you нам будет есть в принципе теоретически уже она первая в альбоме вот альбом in trecho это альбом который соединяет себя кучу разных аспектов моей жизни моих эмоций моих чувств и идей и мыслей и главная фишка альбома главный месседж альбом от кэш переплетение всего и вся и наших судей по наших мыслей наших событий в жизни чувств эмоции все всплетено все мы вместе сплетены и это в принципе одно из главных вещей которых хотел бы рассказать в этом альбоме поделиться вот этим в этом альбоме и и так же это конечно альбом чисто про меня про мои эмоции то есть он писался и пишется там честь нет он писался в принципе закончил работу в плане создания музыки где-то месяца два назад в общем то то есть это на протяжении года с чем-то это вот мой эмоциональный фон вот мои мысли вот мои идеи вот то чего я нарыл чего я понял и вот я через этот альбом вам это хочу и стараюсь показать вот sing for you песни которая как и все остальные песни это альбом как вообще в принципе все мои песни конечно не далеко не бессмысленная далеко не то есть все песни воспринимают как как маленькие бриллиантики которые нужно подать нужно правильно оформить и насколько я могу сейчас в условиях дома то есть я понятное дело что вы видите это не студия универсал там да это не какой-то супер лейбл это дом и я стараюсь сделать насколько я могу хорошо я понимаю что много влажаю в плане на сведения там и запись всякая хрень такая но для меня это не столь важно для меня важно это как раз таки просто показать концепцию правильно передать эмоции правильно передать вообще самому музыку и чтобы она была слушабельна и а там когда будут деньги возможности и можете сам студию отстрою уже все будет реализовано если нужно если потребуется другом уровне там посмотрю вот sing for you изначально создалась как песня план как и сначала была музыка короче говоря отдельно получилось так что я написал какую-то музыку на планшете на ipad и в гараж бэнд и просто какое-то время эта музыка существовала сама по себе потом у меня появилась идея одной песни и каким-то образом у меня так бывает очень часто идея и песня все музыка и слова они просто берут и соединяются каким-то хером непонятно как я сам не знаю как это толком работает если честно в общем каким-то образом это все сходится это все сплетается и подходит поэтому sing for you это песня которая написана изначально музыкально на планшете тупо на гараж бэнде вот весь бит все вот это я пальцем просто на планшете сыграл потом я проект взял из гараж бэнда перенес соответственно через айклауд в лоджик лоджик про икс программ который существует к сожалению только на маке на макинтоши на ноутбук компьютерных от apple это прекрасный программ который очень люблю на итоге короче из гараж бэнда все я перевел в лоджик потом включил проект и просто спел то есть текст песни был написан в процессе пения скажем так то есть я просто поставил микрофон начал петь и текст как-то сам лег я потом немножко доработал вот и все такое но изначально вообще до того как саму sing for you как сейчас она есть она появилась я пытался на эту музыку положить рэп какой-то я пытался что-то зачитать и я написал пару текстов на русском языке таком в общем такой хип-хоп русский рэп там не знаю я вообще думал что возможно мне получится что-то сделать более современное более агрессивно актуальное такое что-то такое я хотел попробовать нечто в под нечто подобное но в итоге я записал рэп он существует но я его удалил по моему если честно из проекта и вообще насколько я помню он звучал агрессивненько он был не бессмысленный но я потом слушал понимал что это не то это как будто не я и звучит как-то на все это то что детский сад но короче говоря не то не тоник этому не об этом не захотел я эту тему продолжать у меня много долгое время во мне лежала идея того что можно сделать рэп-альбом или записать рэп-трек какой-то потому что в принципе некоторые коллективы или музыка такого плана в принципе некоторыми нравится я думаю что было бы прикольно сделать чтобы что-то подобное наверное где-то полгода я с этой идеей ходил есть где-то примерно там десять там девять текстов которые я в итоге никуда так и не применил никуда не положил потому что я посчитал что это какое-то говно честное как будто я как дурак то есть это из разряда у меня испанский стыд был над тем как собственно я это делаю то есть прям ну ни хрена не то поэтому изначально на симфою на эту музыку вообще записал рэп короче говоря русский причем на русском языке и это звучало турбо агрессивно и турбо как-то не так это не совсем моя тема ну вот в итоге рэп я нахрен удалил стал встал и спел как надо на английском языке вот и потом чуть-чуть подкорректировал текст и получилось вот потом я еще пробовал написать то есть спеть на русском языке то есть у меня была идея которой я не мог понять в каком ключе я хочу подать то ли на русском то ли на английском в итоге я еще написал текст на русском и спел соответственно партию на русском языке в итоге на русском тоже не понравилось кроме припева соответственно расплитая любовь и так далее вот этот припев мне понравился остальные мне не понравилось а я честно говоря не очень помню какой был текстом и вот по ходу дела буду открывать свои заметки может быть что там я буду улавливать какая-то хреновина там получилось менька немели мне короче не понравилось вот да надо будет от влог на на заперам making of in 3 чтобы не путать людей и вас точнее и всех и себя что есть уроки что есть макин кофе и так далее так в общем не помню чуя не чуя там сделал не помню как это звучало честно вот я пытаюсь найти не могу я в текст этот 2000 там туры пыры если застал это вообще здрасте приплыли не тут нет я не вижу я не вижу этого ничего не нету ну короче говоря не могу я текст от найти ванна хрен с ним в общем получилось что есть русский текст есть английский текст и в итоге я просто взял их соединил и того получилось что первая часть на английском языке уж мне так нравится припев на русском языке потому что мне так нравится и на русском звучит это лучше чем на английском и слова распитая принципе на русском звучит гораздо приятнее гораздо понятнее чем на английском в общем и в итоге получилась вот такая концепция который меня лично просто устраивает когда и когда я пишу песню я всегда думаю о балансе то есть есть такое ощущение я не знаю как это работать конкретно но есть такое ощущение когда ты что-то сделал спел или сыграл я ощущаю что это попало это то же самое когда ты берешь лук со стрелами стреляешь вот ты попал либо в яблочко либо попал в глаз дяди ваника и он упал с балкона нахер вот с балкона нахер это был рэп то есть ты понимаешь что он как бы это может быть даже было прикольно может быть даже кому-то это понравилось это мнение нравится я не чувствую что я попал туда куда надо а я в целом я всегда делаю песни то момент пока я не ощущаю что да здесь все нормально здесь есть баланс музыка соответствует тексту текст соответствует музыке эмоции переданы правильно спета правильно месседж понятен текст хороший то есть он меня устраивает вот я получил ощущение что все корректно когда русский английский соединились именно в таком ключе в таком виде и потом я почувствовал что нужно использовать еще женский вокал потому что мне не нравился припев распитая любовь от моего точно от моего только от моего лица это звучало это хорошо я попросил свою подругу ксению записать вокальную партию и она прекрасно этим справился и трек стал гораздо лучше благодаря ей вот поэтому я им очень доволен это классная вещь получилось которая получилась вот таким вот долгим путем соединения в несоединяемых вещей и планшет поработал и рэп тут поучаствовал и русский язык английский язык и так далее но идея зато она стала шире настало лучше она стала более интересная и в принципе синфою конечно 100 с одной стороны это как бы текст который кажется что супер прост и понятен на самом деле нет и сейчас если вы хотите самостоятельно проанализировать или проинтерпретировать этот текст и сама песню выключите или поставьте на паузу потому что я сейчас скажу свое видение то что я там пытался вложить но это не значит что на этом все как бы можно там могут быть разные еще вещи вот но в целом а текст который it's always how to start again it's always how to find new way это все так тяжело начать все заново это всегда так тяжело найти новый путь я хочу любить хочу быть с тобой или же английский язык позволяет сказать с вами правильно you ты и вы одновременно я молюсь солнцу солнцу и ты мое солнце или вы мое солнце распытая любовь разжигая вновь и вновь позволь мне просто петь для тебя позволь мне прикоснуться к твоим губам позволь мне просто петь для тебя прикоснуться к твоему сердцу петь для тебя танцевать для тебя жить для тебя умереть за тебя или для тебя соответственно ю мы интерпретируем можно перевести спокойно как и тебя то есть позволь мне просто петь для вас точнее для тебя можно сказать для вас позволь мне прикоснуться позвольте мне прикоснуться к вашим рукам позвольте мне просто петь для вас и прикоснуться к вашему сердцу и насколько вы понимаете эта песня нисколько конкретно об отношениях между мужчиной и женщиной и все такое. Просто люби меня, ты моя любимая такая хорошая девочка. Нет, дело не в этом. Дело в том, что я пел о том, как тяжело начинать делать альбомы, начинать делать музыку и разжигать в себе самостоятельно, разжигать в себе огонь и желание творить. Потому что, поверьте мне, это очень тяжело, когда ты никто, когда ты полный лох с точки зрения социума или нетворчества. Тебя никто не воспринимает. Ты не умеешь продавать музыку. Ты не знаешь, куда ее пихать, куда ее девать. Я про себя говорю. Все, что можешь делать, это делать музыку. Больше ты нихера не умеешь делать. И каждый раз делать альбом, который ты делаешь год, два, три, реально долго, реально вкладывая под кровь и много чего еще, много разных других жидкостей. эмоций, энергии, ты потом получаешь ничего. То есть, ты не получаешь денег, ты не получаешь аудиторию, ты не получаешь какие-то дивиденды, призы, еду, ничего. просто. Ты тупо заливаешь его в ВКонтакте или на YouTube и идешь дальше. И это всегда очень сложно. Взять и потом, после вот этого ощущения, что ты нахер никому не нужен, взять, себя собрать, жопу в горсть, снова завести, снова найти этот огонь и продолжить работу. Поверьте мне, это очень сложно. Поэтому эта песня, конечно, о том, как трудно начинать и самого себя разжигать на это все. И, соответственно, любовь здесь не только любовь, как мы понимаем ее. Конечно, это любовь еще к музыке, любовь к зрителю, к слушателю. И поэтому, действительно, это песня, которая хотела начать альбом, потому что она посвящена и вам. То есть, для вас я пою, для вас я это делаю, для вас я все это себя убиваю, разрушаю, возрождаю вновь. Потому что, действительно, вы мое солнце. И если бы не вы, то зачем я все это делал? То есть, та аудитория, которая уже собралась, там, 5, 10, 20, 30 человек, которые меня слушают и смотрят, и следят за тем, что я делаю, это, поверьте мне, огромный мотиватор. Каждый комментарий дает, действительно, энергию для того, чтобы продолжить. Каждое слово, каждый взгляд, каждый кусочек внимания, который уделяется моему, моей музыке, тому, что я делаю, позволяет продолжать. Поэтому, конечно, let me sing for you. Позвольте мне вам для вас петь. Это первая сторона интерпретации. Вторая, это, конечно, отношения, потому что на момент написания этой песни я встретил любовь, я встретил девушку, которую, которую очень полюбил. И до нее, после Москвы, это Феникс, я не делал ничего вообще. То есть, никакой музыки совершенно не создавалось. И, конечно, она тоже помогла разжечь во мне этот огонь, помогла продолжить и начать заново все. Поэтому, конечно, эта песня про нее тоже. Вот. То есть, она помогла мне расплести любовь, этот узелок, который во мне, вот этот, как комок шерсти, знаете, у животных, которые, вот, колтун этот, блин, этот взять и либо отрезать, либо расплести, не знаю, как угодно можно это интерпретировать. Поэтому, здесь две стороны медали. Это песня про две стороны медали. с одной стороны, про лично мое отношение к музыке, к творчеству, к волос, поправить-то, к тому, как создавать контент и что делать. И также это еще, конечно, и любовь, действительно, любовь, действительно, это песня и про отношения тоже. Поэтому вот так. Сейчас либо сделаю кат, либо просто будет отдельное видео, где я покажу изначально Sing4U, который, вот, был на планшете. Наверное, будет часть 2, как бы. Почему бы нет? А пока все, это видео очень большое. Я знаю, что люди не любят большие видео. Я стараюсь всегда говорить как можно короче, но бывает, что идеи очень трудные, какие-то тяжелые, тяжеловесные, и не получается донести их супер коротко. Вот. И тем более, я знаю, что многие люди ждут там, контенты на СМР-канале, на Ковони Геймс, каналов много и так далее. Я их люблю, и все такое. Конечно, безусловно, мне интересно их делать, но не сейчас, потому что я должен завершить эту работу. Я очень много делаю других, и просто мне не хватает времени на все, я не могу делать все сразу. Эта музыка сейчас в любом случае приоритет, и я постоянно болею. Вот сейчас даже мой голос, он очень сильно севший, очень уставший, очень болезненный, у меня температура опять, и каждый раз я только чуть-чуть выздоравливаю, встаю к микрофону, начинаю петь, потом заболеваю нахер опять. И опять я просто тупо неделю лечусь, и потом все заново. Хотя я знаю, что мне нужно дать себе время просто долечиться, довести связки до нормального состояния, но мне тяжело тяжело не доделывать работу, просто-напросто это правда тяжело, когда так долго что-то тянется. Вот, ну, такова работа, такова жизнь, таково творчество, действительно, искренне, настоящее, что поделать. Вот, ну, с вами был Антоний Ковони, канал Ковони Games, нет, Ковони ASMR, нет, Ковони Music. Сейчас пока только Ковони Music, поэтому обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, потому что это огромная поддержка, это мне действительно помогает продолжать все это делать. Вот, так что пока, увидимся.